День за днём мы наблюдаем такое творческое единение, которое на самом деле вращается вокруг великого человека, Владимир Константиновича Щедрина, и вот тот фестиваль, который сейчас уже набрал ход, он ещё будет долго продолжаться. Он переместится на этой неделе в Олексин, потом он будет в Петербурге, потом будет в Екатеринбурге. То есть действительно это охват всей страны. Практически каждый день что-то у нас происходит. Сначала во вторник открыли замечательную выставку, где уже участвовала наша библиотека, наш архив, наш музей. Выставка, которая тоже объединила усилия консерваторцев с коллегами. Вечером совершенно удивительный концерт. Вот это замечательные программы, оформленные замечательно. Какой текст? Текст прямо из книги Валентины Николаевны Холоповой. Лучше не скажешь. Я мог бы сейчас произносить какие-то речи, но тут всё настолько ёмко, точно и многомерно сделано, что уже видно, что эта книга, которая будет сегодня презентована уже в своём расширенном и доработанном варианте, это тоже вот такая ложка к обеду, как у нас говорят. Совершенно замечательная возможность это оценить. И камерный хор, и физический хор, но это, можно сказать, питомцы Чудрина. И, конечно, в этом отношении я уже это слово произносил. Вот эстафеты, на самом деле, заложил эти основы Борис Григорьевич Тевлин. И очень многое в творчестве Чудрина как раз возникло как побуждение со стороны Бориса Григорьевича, его друга, коллеги. А потом, вот как эстафета, как наследие, это перешло к Александру Владиславовичу. И точно такой же контакт я сейчас с удовольствием наблюдаю, поскольку, на самом деле, сверка часов с автором, с композитором, конечно, не только для руководителя хора, а для каждого студента, который туда, собственно, подключён, это факты биографии. Естественно, что творчество Чудрина никогда не перестанет привлекать исследователей. Потому что каждая новая страница этого творчества, естественно, побуждает скорее-скорей подключиться к освещению этого события. И то, что сначала воспринималось с интересом как новация, сейчас уже стало традицией, и ходится в прикосновение с новыми новациями. Поэтому вот такая неисчерпанность творчества Чудрина, она, конечно, и есть залог неотвивающего интереса исследователей к этому творчеству. Ну и подтверждением тому сегодняшняя наша конференция. Обычно говорят, что композитор, некий композитор, любой, великий, это целая эпоха. Применительно к Чудрину я бы сказал, что это несколько разных эпох, в общем, совершенно разных. И все они объединены, тем не менее, одной неповторимой цельной личностью. Вот это действительно материал, очень благодатный для исследования. И действительно, сегодняшняя конференция, уверен, внесет вклад в этот процесс. От себя хочу поблагодарить всех, кто был инициатором, даже не просто участником, а инициатором конференции. Потому что инициаторов было очень много. Щедрин привлекает в равной мере как исполнителей, так и ученых. И вот главный инициатор, как всегда, Валентина Николаевна Холопова, автор этой книги, кафедра истории русской музыки, хоровой факультет. Так что тут собралась целая замечательная команда самых разных сил консерватории. Очень важно наше сотрудничество с кафедрами теории музыки, истории музыки. Потому что быть исполнителем и оторванным от, так сказать, осмысления, что ты делаешь, это бессмысленно. Я учился в Московском храм-училище. И Руден Станисович всегда говорит, что мы с тобой, со мной. А ты, конечно, из одного, так сказать, яйца выведена. Мне повезло, что как-то Руден Станисович мне доверяет, а я получаю просто удовольствие. И знаете, вот все творчество щедрено, оно, это удивительная поляна для наших хоровых деятелей. Сегодняшний круглый стол, он не только межкафедральный, но и межвузовский. Здесь присутствует проректор Академии хорового искусства по научной работе Наталья Ильична Ефимова, которая также помогала и содействовала тому, чтобы мы в грядущий понедельник проводили в Академии хорового искусства международную конференцию, посвященную Щедрину, где мы пригласили наших замечательных ученых, которые фокусируют свое внимание на творчестве Рудена Константиновича Щедрина. И я хотел бы отдельно поблагодарить Московскую консерваторию за поддержку инициативы проведения Всероссийского музыкального фестиваля «Запечатленный ангел». Я вспоминаю, как мы готовились к 65-летнему юбилею Рудену Константиновича. И вот на протяжении полугода, как скрупулезно, профессор Тевлин разучивал поэму «Казнь Пугачева». И вот с того времени, естественно, такая сопричастность его музыки, и не только его музыке, но и вот возможности личного контакта с Руденом Константиновичем. Из последних работ для хора Акапелла, камерный хор Московской консерватории, стал первым исполнителем пяти русских пословиц «Эпиталамы», «Бурлески» и «Колыбельная», исполнил Тульский государственный хор впервые. Мы рады, вся консерватория, поздравить вас с замечательным юбилеем, с днём рождения. Что может быть радостней, чем день рождения для любого человека? Мы здесь собрались, все ваши коллеги, друзья, Александр Сергеевич Соколов, Лев Зинович Конторович, Александр Владиславович Соловьёв, те, кто непосредственно имеет отношение к вашему творчеству, к исполнению ваших произведений. Валентина Николаевна Холопова, которую вы очень любите, цените. И приношение каждого из нас вы, так сказать, слышали, видели и знаете. И в этот день, что мы прежде всего желаем? Конечно, в день рождения мы желаем прежде всего здоровья, чтобы вы были крепки духом, как всегда, чтобы были также полны энергии и юмора, который был всегда вам присущ. И сегодня, открывая телевизионную программу новости, я увидела, что вся наша страна празднует этот день рождения. И везде были репортажи о таком важном событии, о дне рождения Орлеона Константиновича Щедрина. И в одном из интервью были приведены слова, которые трактовались как кредо, как жизненное кредо, вот ваше жизненное кредо. Это вопрос интервьюера, что самое главное в жизни, что бы вы выделили. И вы сказали три слова. Для меня важно музыка, любовь и спорт. И я от всей души желаю вам, чтобы всегда вот эти три начала, музыка, любовь и жизнь, присутствовали в вашей собственной жизни, украшали и радовали вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ